Привет, ребят! С вами Полина Червовой, и я очень рада приветствовать вас на моем канале «Английский для начинающих с Полины Червовой». Сегодня в этом видео я расскажу вам о словах и выражениях на тему «поход в гости». То есть, как сказать «я приглашаю тебя в гости, приходи ко мне в гости», как сказать «угощайся, устраивайся поудобнее и чувствуй себя как дома». Заинтриговала? Тогда не переключайтесь, и сейчас я уже начну вам рассказывать. Наше первое выражение – invite. Invite – это приглашать. Если вы из 90-х, то вы помните такой напиток. Invite – просто добавь воды. Помните? Я помню, это было в моем детстве. Invite over – это приглашать кого-то. То есть, вы можете, конечно, просто сказать invite, но если вы скажете invite over или invite round или invite around, то ваша речь будет звучать более естественно. Давайте тренироваться. I would like to invite some guys over to my party. Я хочу пригласить ребят на мою вечеринку. Или We invited them over for a drink. Мы пригласили их выпить, ну то есть на какие-то напитки. Следующее выражение – приходить кому-то в гости. Мы будем использовать слово come и те же самые предлоги. Come over, come round or come round. То же самое – приходить к кому-то. Например, She came round last night. Она приходила прошлой ночью, прошлым вечером. Или come over tonight. Приходи сегодня вечером. То есть, приходи ко мне сегодня вечером. Как сказать ко мне в гости? В данном случае мы говорим to my place. Например, Come over to my place. Приходи ко мне. Либо можно сказать At my place. У меня дома. Например, We had dinner at my place. Мы ужинали? У меня. В английском языке именно используют слово place. Вы можете сказать my house or my flat. Так тоже можно. Но слово my place будет более натуральным и естественным. И еще три классных выражения на эту тему. Как сказать угощайся? Это будет help yourself. Помоги себе сам. Да? Да не надо дословно переводить. Help yourself. Например, Don't be shy and help yourself if you want some more. Не будь стесняжкой. Угощайся, если ты хочешь еще. Или, если вы хотите сказать Угощайся тортом, например, да? То используйте предлог to. Help yourself to some cake. Угощайся тортиком. Следующее выражение Make yourself comfortable. Устраивайся поудобнее. Например, Come in and make yourself comfortable. Заходи и устраивайся поудобнее. Последнее выражение Make yourself at home. Сделай себя дома. Тоже не надо дословно переводить. Make yourself at home. Оно переводится как Чувствуй себя как дома. Например, He will be back in an hour. Он будет через час. Присаживайся и чувствуй себя как дома. Не напрягайся. Ну что, вы запомнили все выражения? Давайте быстренько повторим. Invite over, invite round or invite around. Это приглашать к себе. Come over, come round or come round. Это приходить в гости. Когда мы говорим to my place, это ко мне в гости. At my place. У меня в гостях. У меня дома. Help yourself. Угощайся. Help yourself to some cake. Угощайся тортиком. Make yourself comfortable. Устраивайся полудобнее. И make yourself at home. Это чувство себя как дома. Собирай свои ноги на стол и делай, что хочешь. И загляни в мой холодильник. На этом все. Обязательно напишите свои предложения с новыми словами в комментариях, чтобы закрепить материал. Будет еще круче, если вы начнете использовать эти слова и выражения в своей речи. Тогда вы их точно запомните. Если вам не с кем болтать на английском, то приходите ко мне на онлайн-курс с марафон заговори на английском всего за один месяц. Вы сможете не только учить грамматику весело и легко, узнавать новые слова и выражения, но еще и болтать на английском с другими участниками марафона или с преподавателями. Подробная информация о марафоне есть на моем сайте, а ссылку я оставлю в описании. Я была очень рада видеть вас. Поставьте, пожалуйста, лайк, если видео вам понравилось. Подпишитесь на мой канал, чтобы мы с вами не потерялись на просторах интернета. И до встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok